Найти собственную зону концентрации не всегда просто, поскольку она меняется в зависимости от задачи. От личности человека, физиологии, склада ума, возраста, опыта. Может быть, вам сложно одновременно разговаривать, писать письмо и обмениваться сообщениями. А ваш ребёнок запросто справляется с этим. Некоторые дети в классе отвлекаются на шелест бумаги, скрип стулья в шёпот, другие нет. У каждого человека своё лицо и отпечатки пальцев. У всех своя химия мозговой деятельности. Уровни адреналина тоже у каждого свои. То, как происходит метаболизм адреналина, лично у вас определяет вашу реакцию на раздражители и личную зону концентрации. Скажем, вы всё время откладываете анализ своих доходов и расходов. Никак не соберётесь к врачу. С первого взгляда может показаться, что вы просто не хотите заниматься скучными делами. На самом деле в душе вы напуганы. Вы боитесь, что у вас куча долгов или что вам потребуется операция. Страх и адреналин останавливают вас раньше, чем вы заскучаете за выполнением дела. Чтобы идти вперёд, нужно научиться справляться со страхом и возвращаться в зону концентрации. Много хороших людей, озабоченных поведением своих детей, приходило ко мне на приём. Чем больше они старались усадить ребёнка за домашнюю работу, заставить его сосредоточиться, тем больше сопротивления встречали. Ребёнок спорил, плакал, уходил из комнаты. В попытках решить проблему они угрожали детям домашним арестом, лишением привилегий. Но ребёнок от этого усерднее не остановился. Вместо этого он замыкался или нервничал. Дело в том, что все эти споры, слёзы и побеги являются проявлением реакции «дерись или убегай», которая возникает в результате неосознанного страха. Вам может показаться, что ребёнок ленив или непослушен. А в душе, даже если он этого не осознаёт, он напуган, что у него не получится, что он наделает ошибок, и он сделает всё хуже одноклассников. У него и так слишком высокий уровень адреналина. А поведение родителей повышает его ещё больше и уводит ребёнка из зоны концентрации.